Девушки отдыхают Это Евангелие. И другого ответа не бывает. Даже в этой теме любовь к ближнему речь идет о Иисусе. И мы посмотрим сегодня, как Иисус вызывает в нас любовь к ближнему. И мы увидим, что сначала ты нуждаешься в исцелении, чтобы потом получить любовь. Нächstenliebe ist etwas, was andere Menschen sehen. Любовь к ближнему это то, что другие видят. Я хочу я сначала хочу с вами погрузиться в одну ситуацию. Ein christlicher автор war einmal в Америке. Есть один христианский писатель, который был в Америке. И он был в Портлэнде. Его зовут Дональд Миллер. И он был в центре города и услышал музыку. И там кто-то играл на саксофоне. И он мог эту Jazz-музик не понимать и он ее не выносил. И вдруг он увидел кого-то, кто играет эту музыку и наслаждается и я хочу его процитировать, то, что он написал в своей книге об этом. И он говорит, я не мог ни разговаривать потому, что есть не festе Регион там есть. Один день я был в Портлэнде и я увидел, как человек саксофон играл. Я стоял там 15 минут и не разговаривала его глазами. Иногда нужно что-то кто-то как он любит, before man etwas lieben kann. Es ist als ob sie den Weg zeigen. он писал так. Я джаз-музыку никогда не выносил, потому что она не придерживается особых правил. В один день я был в Портлэнде и увидел, как один мужчина играл на саксофоне. Я стоял там 15 минут и за это время он ни один раз не открыл своих глаз. Иногда надо сначала кого-то другого увидеть, как он это любит, чтобы начать любить то, что чтобы тоже начать это любить, это как будто кто-то тебе открыл глаза или показал путь. И он также говорит, и Бога я тоже не выносил, потому что он не придерживается особых рамок. И вот он уехал из Портлэнда и купил себе первую CD джаз-музыки. Он полюбил эту музыку, потому что он увидел, как кто-то другой любил эту музыку. И другой диалог немецкий Hans-Peter Reuer он сказал следующее. Некоторые люди должны сначала увидеть христиан, как они наслаждаются жизнью с Иисусом, пока они сами не найдут в этом радость. Может быть, некоторые люди не пришли к Иисусу, потому что они христиан еще не видели. может быть, они видели жизнь в религиозности, но они не видели Христа в этих людях. И мы приходим к самому большому дефициту. человек, человек, который не живет с Богом, он отрезал себя от жизни. Он отрезал себя от тех ценностей, которые Бог вложил в него. И этот Теолог ставит следующий вопрос. Как случается это, что мы нашу жизнь и Христом так мало наслаждаемся? И он делает вывод. Мы не любим себя. И мы сейчас еще увидим разницу между любить себя и самовлюбленностью. Вот эта любовь к себе, если ее нету, то она делает меня недовольным. И тогда я стаю недовольным быть другими людьми. Я недоволен кем-то, потому что у меня нету мира с Богом. Представьте себе соседа, который сам себя не любит. Как ты думаешь, как он будет тебя встречать? будет как восходящее солнце для тебя каждый день, или как облако, которые дадут грозу. так он не спокойно, он это передает тебе. Библия говорит о любви к себе. Это Божий завет. И больше чем девять раз очень конкретно говорит Библия об этом. Бог библия нас любит себя. В третьей книге Моисея 19 главе стоит следующее. Да, русский можно прочитать. И в Якобус 2 8 стоит мне важно, что я сейчас не хочу подчеркнуть только любовь к себе. И может быть кто-то сделает из этого неправильный вывод, что может быть речь идет только всегда о нас. Но я хочу подчеркнуть то, что часто не озвучивается. И мы должны понять, что речь идет все еще о любви к себе. И не слышал. А проповедь о любви к себе я еще не слышал. Это могут быть причины, почему и ты об этом еще проповедь не Может быть ты для себя делал выводы, что любовь к себе это следующее. Что она эгоистична или недуховна или даже опасна или может быть даже небиблейская. Es gibt в английском есть такая теология называется Joy. И если мы переведем, то это значит сначала Иисус, потом другой, а в конце итога только ты. И vielleicht denkst ты jetzt weiter, dass es nur ungeistliche Christен gibt, которые любят себя. И может быть ты думаешь, что процесс зрелости человека выглядит вот так. immer immer меньше Selbstliebe и immer mehr Liebe к anderen. Больше и больше не любить себя, а любить ближнего. И deswegen müssen мы verstehen, где есть разница между самовлюбленностью или любить себя. И это мы сейчас вместе посмотрим, чтобы прийти к выводу, как любить себя. Самовлюбленность она приводит только к следующему. самовлюбленность это значит неправедная или чрезвычайная любовь к себе, эгоизм, которая состоит в том любить только себя и больше никого, кроме если другого любить для себя. Я своими словами закончил. Я хочу это негативно выразить. вот эта самовлюбленность она пропитана эгоизмом. А любовь к себе, о которой говорит Бог, это Здесь говорится о том, что когда ты любишь себя, то ты сам себя принимаешь как человека. И это слово похоже на слова, когда ты принимаешь себя или почитаешь сам себя. И в этом мы видим разницу между эгоизмом и принять себя. В одном идет речь о тебе, а в другом идет речь о том, что Бог вложил тебя. Какие ценности? У меня еще есть один цитат, я хочу о нем коротко сказать. Он говорит о том, что мы часто стараемся положить очень высокие рамки для самих себя. И у нас есть идеальная картина, и мы никогда не можем ее достигнуть. И мы становимся самым строгим судьей для себя. И забываем о тех ценностях, которые вложил Бог в нас. Как же теперь правильно, если с библейской стороны? И мы видим это в Марке, в 12 главе. Мы часто говорим в связи с этим стихом о золотом правиле. Правильный состав или распорядок библейский, он такой. В первых, значит, твои отношения с Богом из них начнёшь ты любить себя и параллельно так же и твоего ближнего. Это просто невозможно, если Бог открывает тебе ценность, которую он вложил в себя, и ты воспринимаешь себя, что ты начинаешь другого отталкивать. Мы можем, значит, любовь к себе – это не самовлюблённость. Это абсолютная необходимость любить себя. Это не психологический трюк, но это истинная Божия. В Библии есть очень короткая молитва. Если мы её исследуем, то мы заметим, что это очень знаменитая молитва. Это молитва Ябец. Это молитва Ябец. Это 1. Chronик 4, 10. 1. Параллель Паминон, 4. Глава, 10. 2. Параллель Паминон, 4. Но здесь кто-то есть, кто понял, что он должен следить за собой. И одну маленькую часть из этого стиха я не показал. Это конец. И там стоит, и Бог послал, о чем он просил. Если ты не живешь в том, что ты воспринимаешь себя как от Бога, то ты не сможешь начать любить ближнего своего. Это как сосед, который недоволен собой и недоволен своей жизнью. Он не будет тебя встречать, как солнышко. Если Божья любовь и воспринимание его не существует в твоей жизни, что ты не сможешь принять себя и любить, тогда ты не сможешь любить ближнего. Есть один немецкий Коуч, его зовут Михаил Стал. Он имел очень тяжелое детство. Он имел очень тяжелое детство. От отца он был только отвращен. Я вспоминаю свидетельство своего. И он рассказывает о том, как он как молодой парень пришел к отцу своему. И у него был день рождения в этот день. И он спрашивает, папа, у тебя есть что-то для меня? Отец посмотрел на него. И плюнул. И он говорит, тебе это хватит? И он говорит, да, спасибо, папа. И вот так он рассказывает, как он был воспитан. Но одна вещь держала его. Он у них дома была одна картинка Иисуса. И он не знал, это правильно или нет, но когда он был ребенком, он говорил, это мой Иисус. И он брал эту картину и рассказывал все Иисусу и плакал при этом. И одно он понял в своей жизни. Вернувшие люди, раненые люди роняют других людей. Его дедушка бил его папу. И его папа делал то же самое теперь с ним. Потому что раненый человек роняет других. Я не буду сейчас много объяснять, что там стоит, но это круг, как дьявольский круг. Спасибо. Раны на душе, они убирают способность любить ближнего. Люди, которые не воспринимают себя, которые себя не любят, они не могут ближнего любить. Раненые люди роняют других. И поэтому нам нужно спасение. Нам нужно исцеление. Нам нужна исцеляющая действия Креста. В Исайя 53, 5 стихе стоит. Там ты найдешь для себя исцеление и прощение. В ранах Иисуса Христа. Там нашел вот этот Михаил исцеление. Там были вот эти слюни его отца омыты слезами Христа. И вот это прощение означает, что мы соглашаемся с исцелением Иисуса. Мы принимаем решение осуществить вот это исцеление Христа в нашей жизни. Прими решение за Христа. И тогда ты примешь решение прощать, потому что ты получил прощение. Потому что Иисус тебя тогда исцелил. В 1-й Иоанна 4, 7-8 мы читаем следующее. Мы видим, значит, что все, что с любовью связано, всегда приходит от Бога. Слово Божие говорит, все хорошее приходит с небес. Я задавал себе такой вопрос, что с любовью связано с небесами, что они могут все-таки любить себя и заключать завет с кем-то. И это просто милость Божия, которую он дает всем людям. И он прощает. И через это он открывается, и даже неверующим. Но христиане призваны полностью жить в любви к себе, в любви к ближнему. По одной причине. Потому что они сами это не будут производить. И тогда мы приходим к следующему пункту, который означает «Христос в нас». Как мы достигнем этой любви к ближнему? Иисус говорит в послании Иоанна, 15 главе, 16 стихом. Значит, мы должны принести плод, и плод, который не проходит. И это слово идет не от нас, но от Иисуса. Значит, он избирает тебя, и он будет производить в тебе этот плод, потому что он будет то заканчивать, что он начал. Это его обещание нам. И он дает нам очень простой пример. Он говорит, в своем слове он говорит, что любовь – это способность Духа. И мы знаем этот пример с виноградной лозой. И в этой же главе Иисус говорит, «Я я, который в Меня, он имеет много христос в нас». И это означает, что Иисус – который, от которого все происходит. И если ты в Иисусе или держишься за Иисуса, если ты ветвь Христа, тогда будет производиться много плода. Но без Христа, как виноградной лозы, не было бы вообще плода. Только Христос может произвести этот плод. Значит, твое решение, любить ближнего, начинается в решении принять Христа. Потому что в нем он будет производить в тебе любовь. Значит, Христос через нас. Мы приходим к пункту «Христос в нас». В Галатах 2, 20, мы читаем следующее. Теперь уже не я живу, но Христос живет во мне. Значит, в меня положено что-то новое. Значит, во мне производит кто-то что-то. Человек состоит из Духа, Души и Тела. И после прервания связи с Богом, человек умирает. И если Христос спасает человека, то будет вновь, тогда Дух оживляет. Он оживляет. Оживляет. Значит, приходит опять жизнь и человек становится живым. И к римлянам мы читаем, что все во Христе и все через Христа. И дальше римлянам мы читаем, что мы должны измениться. Значит, работу производит в тебе Христос. Это значит, что ты не можешь себя сам изменить, но только Христос изменяет тебя. Но ты должен просто решиться принять Христа. Я не говорю это, что только один раз в жизни, но каждый день по-новому, чтобы Евангелие было Альфа и Омега в твоей жизни. И Он тогда будет в тебе что-то производить. Ты должен ему дать место. Можно вынудить любовь. Нет, ты должен быть исцелен. И тогда ты будешь способен, потому что Иисус любит людей. Я хочу так сказать. Христос любит других людей через тебя. Не ты от себя любишь ближнего. Но Христос вкладывает в тебя любовь и дает этой любви, чтобы она перетекала дальше. И мы подходим к концу. Есть еще Мистописание, очень знакомое, оно мне очень дорого. И Езекиил 36, 26, 26. И Езекиил 36, 26. И я тогда ставил себе вопрос, но так же и в церкви. Как часто здесь стоит ты или то, что ты должен сделать, как человек? Бог позволит. Он все это производит. И он говорит к народу, который обратился к нему. Значит, он говорит с человеком, которое сердце готово на покаяние. И он положит в него новое сердце. И нового духа. И он заберет каменное сердце. И положит сердце мягкое в него. Каменное сердце, оно холодное. Он не может чувствовать. Он не может сострадать или сочувствовать. И поэтому мы нуждаемся в новом сердце. И человек без Христа, он просто духовно мертв. И поэтому он нуждается в новом духе. Он должен быть оживлен. Это как будто его перепрограммировали. Der Mensch kann nicht, aber Gott kann. Человек не может, но Бог может. И один проповедник на одном семинаре сказал следующее. Он подошел к своей жене и сказал, Ich kann kein guter ehemann für dich sein. Ich kann dich von mir aus nicht so lieben, wie du es brauchst. Ich kann dich nicht so behandeln, wie du es verdienst. Я не могу с тобой обращаться, так как ты это заслуживаешь. Ich kann unsere Kinder nicht so erziehen, wie sie es brauchen. Я не могу воспитывать детей так, как они в этом нуждаются. Aber ich werde Gott bitten und flehen, dass er das tut durch mich, weil Gott alles in meinem Leben bewirkt, weil ich vollkommen abhängig bin von ihm, Gott bewirkt alles. Und diese Frucht, wenn Gott in dir lebt, werden die anderen wahrnehmen. Und diese Frucht, wenn Gott in dir lebt, werden die anderen wahrnehmen. Deine Menschen um dich herum, deine Kollegen, deine Familie, dein Ehepartner, sie werden denken, irgendetwas ist anders. Menschen, die in die Gemeinde kommen, in die Versammlung der Heiligen, sie werden sagen, irgendetwas ist anders mit euch. Weil sie sehen, dass die Jünger untereinander Liebe zueinander haben. Und Jesus sagt, an der Liebe zueinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus говорит, dass потому узнают вас, dass ihr euch haben, dass ihr euch haben, dass ihr euch für die Jünger seid. Nicht an deinem Bibelwissen. Nicht an der Zeit, wie viel du in der Kirche vielleicht dienst. Und nicht an der Zeit, wie viel du in der Kirche vielleicht dienst. Sondern derjenige wird als Jünger erkannt, die ihre Nächsten lieben, das ist wertvoll in Gottes Augen. Und das kann nur Gott bewirken. Und ich möchte jetzt zur Schlussfolgerung, zum Fazit kommen. Und ich möchte jetzt zur Schlussfolgerung, zum Fazit kommen. Gott ruft dazu auf, die Mitmenschen wie sich selbst zu lieben. Und dies kann nur aus der Beziehung zu Gott entstehen. Und das kann nur durch die Bühne passieren, durch die Bühne, durch die Bühne, durch die Bühne zu Gott. Jesus lebt mit echtem Leben und schenkt ein neues Wesen, ein neues Herz. Und Jesus lebt in der настоящen Leben und gebt neue Liebe und neue Herz. Jesus bewirkt diese Liebe in uns, und so liebt er Menschen durch uns. Und so sehen wir, dass auch in der Frage der Nächstenliebe es immer um Christus geht. Und das sehen wir in dem Frage, wenn wir über Jesus sprechen. Ich möchte euch zu einem Gebet einladen, in dem wir uns selbst prüfen dürfen, ob wir geheilt sind, in dem wir uns selbst prüfen können, ob wir uns vergeben haben. Habe ich Vergebung erlebt? Pergebe ich die Vergebung? Ist die Liebe in mein Herz ausgegossen? Ist die Liebe in meinem Herz ausgegossen? Habe ich mir auch selbst Dinge vergeben, die Jesus mir schon vergeben hat? Proste ich mir selbst die Dinge, die Jesus mir schon vergeben hat? Und gehe ich jetzt mit einem geheilten Zustand in diese Welt hinein? Und gehe ich jetzt mit einem geheilten Zustand in diese Welt hinein? Um Menschen so lieben zu können? Чтобы lieben zu können? Weil ich weiß, dass ich unendlich geliebt bin? Und dass ich angenommen bin? Und dass er mich angenommen hat? Und wir möchten ins Gebet gehen, um unseren Zustand zu prüfen und Gott mit einem ehrlichen Herzen zu begegnen. Und wir werden молitsen und wir werden beten, sodass die Menschen um dich herum erkennen, dass du ein junger Jesu bist. Чтобы die Menschen um dich herum erkennen, dass du ein junger Jesu bist. Wir stehen auf und wir werden beten. Wir wstunnen und werden молitsen. Продолжение следует...